Здравствуйте! Здравствуйте! А вы откуда? Из Белоруссии. А вы? Я из Литвы. А вы были здесь в Литве когда-нибудь? Нет. Не была. Я вообще только была в России. И то в молодые годы. 32 года назад. Представляете? А почему потом никуда не выезжали? А потом уже у меня здесь уже было много дел. Ну а так вот что-то знаете, слышите о Литве? Вот мой, короче, бывший муж, он был дальнобойщик. Он ездил в Литву. Ну и так в страны Евросоюза ездил. На грузовой этой машине большой. Ну он там старался что-нибудь такое подешевле прикупить. Видишь, что подешевле, чем у нас. Тогда сразу ездил домой. Вот помню, что из Литвы он привозил стиральный порошок. Большую пачку. Потом еще в Литве купил мне сапоги. Так ничего, такие были вроде. Ваш бывший муж покупал вот в Литве что-то. Это значит, в Литве дешевле цена, чем в Беларуси? Ну вы знаете, это я вам сейчас скажу, когда это было. Это было 12 лет назад. Мы как-то уже давно разошлись, 12 лет назад. Есть что дешевле, есть что дороже. Я не знаю, что там в Литве, если честно. Я вот только знаю, что у нас для Литвы есть безвиз в Беларуси. Вот это я знаю. Тихий океан. Здравствуйте. Здравствуйте, юная создания. Я из Литвы. Минск. Родились в Беларуси, там всю жизнь прожили? Да. А о Литве что-то знаете? Ну, посмотрите на мой возраст. Конечно, знаю. Я, поверьте, в своей молодости было лет, наверное, 18-19. Сидим скучно. А поехали в Вильнюс или в Ригу или в Клайпен или на Балтику покупаемся. Поехали. И сели на мотоцикле и поехали. Так что я еще сто во времени. А, значит, вы много раз были здесь, да? Да, конечно. И какое было впечатление, когда вы здесь были? Нормальное. Не похожее во всяком случае на Республику Беларусь. Ну, тогда еще БССР. Но не похожее а в лучшем? В лучшем. У вас было более... Хотя у нас мы частотой славились всегда. Но у вас мне понравилось отношение людей к людям. Я вам расскажу, что понравилось, а потом, что не понравилось. хорошо? Хорошо. Ну, во-первых, это ворота в Европу была. Это по-любому, это мы знаем. Было как-то... Как-то интересно и ходили с отлитыми ртами. Многие вещи нам были непонятны. Почему пивная бочка с пивом или с квасом стоит посреди лужайки зеленой. Ну, кажется, зеленая лужайка это для красоты ходить как-то. А у нас всю жизнь вот это все ограждалось и по лужайкам не ходить. Ну, как-то вот такое было. у вас этого я не увидел. Ну, во всяком случае, не помню, чтобы я это видел. Гостиницы, отношения обслуживающего персонала на уровне два, выше, чем у нас. Я не во всех, конечно, гостиницах тогда в Беларуси ночевал, но в некоторых приходилось. Мне понравилось. Отношения людей. Вот какие-то вы более раскрепощенные что-либо. Я про свое время говорю вот то, что я ну, это были 80-е, 90-е годы. Я вот про это время говорю. Что не понравилось? Не понравилось тогда уже в то время, когда подходишь к Латышу или Латышкину таких уже годов преклонных, ну, как я сейчас, и на русском языке. Мы же белорусы на 90% русскоязычные. И хотя у нас есть своя мова, мы из первого класса ее учим, но как-то не вшивается она, что ли. И когда подходишь, вот спросить, вот я помню, подошел и спросил гостиница Ветрунген. Меня в такие дебри она послала. Это в Латвии, да? Да, да. Или в Литве. Подождите, где это было? Это было в Клайпиде. Это было в Клайпиде. И она в такие дебри меня послала. А за мной шел друг, но мы вместе тогда мотоспортом занимались. И он этот разговор услышал, он меня подозвал, говорит, он там, вот за этим домом, эта гостиница. Ну, как друг, знакомый, вместе в одной команде тогда ездили. И я говорю, почему она меня туда послала? Ты на русском языке сказал. Так может быть она не понимала на русском? Не так вам объяснила? Да, ну что вы, она же ведь, ну, да, с акцентом, но она мне объяснила, куда нужно идти, чтобы я даже в другую сторону пошел. Это правда было, это я не выдумал. Вот это мне не понравилось. Что еще? Все. Это единичный вот такой случай, что мне. В основном положительные, да, впечатления, единичный вот такой случай. Ну, я больше, чем уверен, если приедете в Беларусь, вы обязательно тоже найдете какой-то единичный случай, то, что мне понравилось. Ну, мы люди, мы, мы так едем, мы сравниваем, знаете, как птичка со своим гнездышком. Вот она сравнилась здесь, я в другое место перелетел. Ну, у вас правда не понравилось. И я вот как-то вот не отличал тогда Рига, Вильнюс, Литва, Латвия, понимаете, они, ну, были, ну, одинаковые люди. Чуть-чуть язык, там, ну, чуть-чуть менялся, то, что мне белорусу, это, ну, немножко на ухе ложилось, но я сильно не понимал этот язык, да уже и подзабыл, хотя немножко раньше знал, так. Ну, во всяком случае, в кафе мог спокойно что-то себе заказать. На литовском, да? Ну, или на латышском. Они же так похожи, так с большего, то есть, там, суп, там, ну, такие простые слова, они похожи. Вы думаете, почему в советские даже годы Литва, Латвия отличались по менталитету вот люди от тех же вот белорусов, к примеру? Я это знаю. Я могу вам это рассказать, но, девушка, здесь нужно полулитра и, поверьте, целый вечер граничим то, что мы с Литвой подъедь вот в 30-километровую зону. Со стороны Литвы ты там услышишь в деревнях белорусскую речь, ну, такую уже наполовину с литовской или латышской, и то же самое с нашей стороны, или со стороны к Польше, там тоже вот так все перемешано к Украине, там были шуки, там, собственно говоря, что с той стороны вот Чернигов заедешь, да, там, ну, почти по-белорусски говорят, хотя они говорят это украинская речь, ну, я их великолепнейшим, хотя там украинский язык, ну, есть какие-то слова, там, ну, так мир создан, так, ну, как по-другому, ведь у меня тоже родственники живут, и в Литве, и в Латвии, в Эстонии, нет, нету я, врать не буду, я знаю, каковое, что все от мала до велика, практически все в Англии, кто-то там, ну, все, только не здесь, то есть, не на ВЭВ-заводе, не на, не на РАВ-заводе, автомобильном, не на радиозаводе, даже на Маломальском, они все уехали туда, и они там корни пустили, они говорят, ну, не хотим возвращаться, там нет будущего, в Литве? Это не мои слова, девушка, я не хотел вас ни в коем случае обидеть там, или как-то принизить, но, это вот, я за что купил, за то продаю. Просто я знаю, что вот, когда Литва вступила в Евросоюз, и границы открылись, а было только население, люди и поехали зарабатывать, да, но сейчас, вот, смотря, как сейчас люди живут здесь в Литве, не знаю, у всех и квартиры, и дома строят себе, ну, очень хороший уровень жизни, вот, на данный момент, это вот на мой взгляд. Я знаю, я знаю, дорогая, поверьте, здесь у нас, вот, выехать в Минск, я покуда до работы доеду, тут 4 километра, нет, не 4, 6 километров, но и проехать, ну, по центру города. Я машин 15 встречу, с литовскими, или латышскими номерами. У нас много, очень много ребят. Они приезжают, они корни свои не забывают. Ну, это белорусы, наверное, да, которые в Литве, они приезжают в Белоруси. Латыши, латыши, литовцы. Они приезжают погостить, они приезжают, ну, по делам, каким-то по бизнесу. Так же, ну, поймите, так просто сходу всковырнуть это, знаете, как вот, стремку достать. Так не получится. Народ-то уже за столько лет уже так объединился, что простой народ. А политикам, что политикам, им только деньги бабло, им пофиг вот. Я вот, белорус, да, закрыли границу, я вот не могу купить деталь на свой автомобиль. Хотя, я знаю, раньше она с Европы приходила, с Парижа, ну, с Франции. Я покупал оригинальную деталь, она стоила там, ну, я грубо скажу, там 13 евро. Теперь эта же деталь, покуда даетит до Минска, через Казахстан, там, через Россию, там 8 этих, каждый по доллару накинет по 50 центов. И сюда она приезжает уже 35 евро. Вот это немножко обидно. Обидно то, что вот позакрывали границы 30-километровую зону особенно. Ведь они там переженились вот так.